Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. У нас сегодня такой большой набор продуктов. Вначале мы хотели приготовить фаршированный мясом лук и совершенно не планировали это снимать. А потом совершенно как-то так пришла в голову мысль о прекрасном азербайджанском блюде долма три сестры, которая делается из сладкого перца, помидоров и баклажанов. Что-то захотелось долмы и в общем мы решили немножко модернизировать азербайджанскую долму. И у нас теперь будет долма три сестры и фаршированный лук. Правда лук мы уже подготовили частично, вот так вот его почистили, подготовили для фарширования. Но Лариса сейчас покажет на примере еще одной луковички, как это сделать. На самом деле очень просто. Блюдо получается просто потрясающее. Наверное все знакомы с украинским блюдом, ну и собственно говоря со славянским таким блюдом более-менее фаршированные перцы. На Востоке его тоже часто делают и это просто называется долма из перца. Долма три сестры, примерно то же самое, но как вот делается перец, помидоры и баклажаны. Мы же добавим в это блюдо еще фаршированный лук. У нас получится три сестры и один братец. Такое вот блюдо. Для приготовления нам понадобится мясо. Мы взяли нежирную говядину и курдючный жир. Жир можно использовать в принципе и обычный, а можно по большому счету вообще использовать жирную свинину. То есть не заморачиваться, а просто жирную свининку и тогда не надо никакого сала. Фарш и так будет сочный. Мы делаем так, потому что хотим все-таки классическую азербайджанскую кухню, а естественно они свинину не едят, поэтому взяли говядину, бородины у нас нету, и взяли сало. Подготовили стакан круглого риса, сварили его до полуготовности. Также нам понадобится пучок зелени, в основном это кинза, немножко укропчика. Понадобится вот такие вот, ну можно сказать, что 4 луковицы. И мы взяли по чайной ложечке мяты, куркумы и кинза молотая, да? И кинзы молотой. Естественно, оливковое масло. Вот такой вот набор продуктов. И начнем с подготовки овощей. Лариса сейчас расскажет и покажет, как подготовить овощи к приготовлению этой долгой. И чем, друзья, с помидором? Так как у нас все овощи будут фаршированы, то, естественно, нам надо для фарша приготовить место, куда мы его будем помещать. Срезаем у помидора крышечку. И ложечкой вот так вот из него вычищаем серединку. Серединку ни в коем случае не выбрасываем. Она нам понадобится для подливки. В это время я поставил кастрюльку с кипяченой водой. Ну, с кипящей водой. Потому что все остальные овощи, кроме помидоров, нам надо будет бланшировать. То есть опускать в кипящую воду. Вот с перцем мы уже сделали, потому что с перцем все просто. Вот таким вот образом. Видите, какой помидор получается совершенно пустой внутри, с крышечкой. Перец мы почистили, то есть срезали плодоножку, вычистили семечки и опустили в кипяток. Где-то на сколько опускается в кипяток? 2-3 минутки, чтобы он размягчился. Чтобы он, да, чтобы он в процессе приготовления долмы уже не лопался. Таким вот образом подготавливаем помидоры. Почистили все помидорчики. И Лариса сейчас покажет, как с лучком. Потому что, как я говорил, когда мы готовили лук, мы не планировали снимать видео. А хотели просто поужинать. А потом пришла идея приготовить долму. А после этого уже решили и снять это. Получается, берем луковичку, чистим ее. Вот эту вот часть срезаем не очень сильно. Так, чтобы буквально там было свободных, неприкрепленных где-то 2-3. Ну, в зависимости от размера луковичка. Может, там 4 лепесточка у нас получится снять, чтобы были крупные лепестки. Чтобы можно было их нафаршировать. Вот эту вот часть, где хвостик, отрезаем так, чтобы у нас бочоночек образовался. Вот таким вот образом. Дальше делаем надрез. Смотрим, сколько мы сможем по размеру использовать лепестков. На столько лепесточков мы делаем надрез. Ну, тут я думаю, что можно было бы использовать 3. Вот. Вот таким вот образом опускаем в кипящую воду. Кипятим, ну, буквально где-то, опять-таки, минутки 2-3. Потом достаем. Лучок получается у нас размягченный. Вот такой вот. Он разделяется. Вот так вот, в принципе, несложно снимается. Ну, то есть главное, что он не лопается. Это делается для того, чтобы он не лопался. Надо делать очень аккуратненько, чтобы он не лопал. Потом, ну, давайте я вот это дно разъеденю. Потом берем мы 2 лепесточка с одной луковички. И вот таким вот образом надрезы в разные стороны. Вставляем просто друг в дружку. Потом раскрываем. И у нас остается вот такой вот бочоночек. Сюда мы будем фаршировать. Отлично. С луком все понятно. С перцем тоже все понятно. Остались баклажаны. Эти внутренние луковички мы потом сможем использовать на зажарочку для фарша. С баклажаном. Баклажанчики берем небольшие. Чтобы, ну, они, ну, чтобы каждому было на порцию по одному штучке. Ну, и желательно брать их не старые. Желательно, чтобы они были молоденькие. Потому что у старых будет нежевательная шкурка. То есть она будет очень твердая. Если это огромный такой магазинный тепличный баклажан. Лучше, конечно, использовать полевые. Ну, в частности, мы используем вообще собственного, собственного огорода баклажаны. Если баклажан большой, то... Давай... Я думаю, можно расчистить. Не-не, вот так как мы говорили, почистить его секционно. Покажи, как его можно почистить. Ты имеешь в виду с натрезами? Да, да, да. То есть если баклажан большой, то чистим его не полностью, а вот так вот шахматкой, я не знаю, как это назвать. Полосочками. Полосочками. Вот таким вот образом получается такое. И потом делаем надрез. Надрез делается немножко... Отступаем от одного краешка и не дорезаем до самого конца. То есть делаем глубокий надрез. Опять-таки не прорезаем его насквозь. Надо так прочувствовать, чтобы... Ну, практически до конца, но в то же время оставим. Ну да, прорезать его нельзя, потому что нам потом вовнутрь надо начинять... Начинять мяско, фаршик. То есть, ну вот таким вот образом мы надрезаем их и потом опять-таки их бланшируем. Ну давай, ты надрежь все, и мы покажем, как мы будем делать это. Но я эти чистить, наверное, не буду. Да, не надо чистить, они же там тонюсенькая шкорочка. Это просто показали для того, чтобы было понятно, если магазинные баклажаны, там же огромные монстры вообще. Ну да, я думаю, что их лучше порезать на какие-то кусочки порционные. То есть, не целыми делать, потому что... Ну, грубо говоря, по длине, на две или на три... Ну, вернее, поперек на две или на три части разрезать. И потом уже готовить их для фарширования. Закипела водичка. Немножко ее подсолим. От Лариса на два литра водички ложек, пол столовой ложки соли. И погружаем наши баклажанчики в воду. Это делается для того, чтобы все ингредиенты блюда приготовились одновременно. То есть, помидоры, они мягкие, они приготовятся, поэтому мы их не ошпариваем. Они приготовятся, ну, как бы и так хорошо приготовятся. А баклажаны, перец и лук более жесткие. Вот чтобы они в фаршированном виде были полностью готовы, не были хрустящие, мы их бланшируем. Точно так же бланшируем и перец очищенный. Ну и, собственно говоря, вот то, что мы сказали с луком, то, что мы уже сделали до того, как начали снимать видео, тоже делаем подобным образом. Кипяточек, подсоленная водичка. Забросили в водичку, три минутки проварили. И достаем после этого, сейчас покажем, как будем его уже окончательно готовить к фаршированию. И приступим после этого к фаршу. Проварили мы баклажанчики. Лиза, Лиз, тебе нельзя такое сырое мясо. Проварили баклажанчики, отставляем их в сторону, а в это время займемся начинкой, друзья. В первую очередь подготовим непосредственно сам фарш. Разрежем мясо, сало на кусочки для мясорубки. И перекрутим через мясорубку. Используем решеточку где-то диаметром отверстий 6-5-6 миллиметров. Один из подписчиков сказал, что вначале надо вложить более дорогое мясо. А потом более дешевое, потому что часть мяса остается в мясорубке. Перекручиваем все мясо через мясорубку. Нашему дорогому подписчику, который говорил про мясо, мы придумали лайфхак. Чтобы выдавить все мясо из мясорубки, можно закинуть туда пару кусочков хлебушка. Небольшими кусками, конечно, чтобы хлеб у нас не полез через мясорубку. Но вот видите, с помощью хлебушка вот столько мяса мы выдавили. Теперь в мясорубке у нас мяса не осталось, а осталась хлебная мякоть. И, друзья, следующим этапом нам надо порезать лучок. Такое очень неприятное занятие, но есть маленький бонус. Тот лучок, который был ошпарен, и он уже не будет так выедать глаза. Его резать значительно легче. Ну, проще. Как бы не то, что там легко, тяжело. Он просто не будет выедать глаза. Вот так вот, достаточно мелко, на кубики, где-то 5-6 миллиметров, нарезаем весь лучок. Лариса тоже начинает со шпаренного лучка. Вообще, да, он не дает этого эффекта? Одна радость срезать, наверное, ошпаренный лучок. И вернемся к вам как-то, друзья. И еще нам для приготовления фарша надо нарезать зелень. Сейчас лучок убираем. И берем прямо вот так вот пучочком зелень. И меленько ее режем. Мелко-мелко. И переходим к, друзья, карту. Мы подготовили сковородочку. Добавляем немножко оливкового масла. Можно и подсолнечного. И в первую очередь обжариваем лучок. Обжариваем мы его до золотистого, да? Да. Сейчас пока лучок будет жариться. А когда поджарится, мы покажем, до какой степени мы его обжарили. Обжарили лучок. Вот до такого светло-золотистого цвета. И теперь добавим сюда фаршик. И обжарим все вместе. Расскажи, пожалуйста, Ларис, как мы его будем обжаривать. Просто перемешиваем все вместе с лучочком хорошо. И протушиваем немножко. Ну, сколько? На каком огне сколько протушиваем? Потому что... Я думаю, что минут 10, может, 15. Все зависит от того, какой объем мяса. А как мы сможем показать, до какого состояния? Это будет понятно, да? До какого состояния мы его обжарим? Главное, вначале обязательно постоянно помешивать, чтобы он был не одним конком, а ему обжарился. Ну, чтобы у нас не получилось большой котлеты. Поэтому его вот так вот постоянно перемешивать с лучком. Он сейчас пустит в бульончик. Вот в этом бульончике протушить его немножко. Ну, потом будем добавлять остальные ингредиенты. Вот так вот, друзья, начинаем обжаривать фарш. Ну, я ровно на 5 минут засекаю по времени, выключаю камеру, через 5 минут включу, покажу промежуточный результат. Вот так вот выглядит наш фаршик через 5 минут. Он уже немножко обжаривается, обжарился, по чуть-чуть начинает пускать сок, и мы продолжаем его... Видите, там на сковородочке уже бульончика достаточно много, мы продолжаем его обжаривать. Ну, больше кушать, наверное. Ну, да, протушивать, да, да. Согласен. Вот, и через 5 минут я опять включу камеру, посмотрим на его следующую, так сказать, реинкарнацию. Прошло еще 5 минут, друзья, и наступило время добавлять фарш рис. Рис мы сварили до полуготовности, как я уже говорил. Добавляем рисик, все перемешиваем. И теперь добавим соль. Вот такую большую щепоточку Лариса добавляет. Ну, солить надо по вкусу, кто-то любит более соленое, кто-то менее соленое. И добавим черный перец. Мы любим острые блюда, поэтому добавляем черного перца достаточно много. Добавляем специи, которые мы приготовили заранее. И опять все тщательно перемешиваем. Ну, при этом, естественно, продолжаем обжаривать. Сколько мы его с рисом будем обжаривать? Ну, где-то минут 5 еще. Тоже 5 минут. Итак, друзья, следующая встреча у нас через 5 минут. Я опять засекаю время по часам. Такой фарш у нас красивый становится. Вообще загляденье. А запах, какой он сейчас издает, после того, как в него внесли специи, я вам передать не могу. Это нечто. Еще через 5 минут, друзья, добавим в фарш заранее подготовленную зелень. Опять-таки, хорошенько все перемешаем. Выключаем огонь. Пахнет он просто божественно сейчас. Запах, конечно, уже пахнет Азербайджаном. И даем ему остыть. Овощи у нас уже все подготовлены. Нам надо подготовить глубокую кастрюльку. А еще лучше полукруглый казанок, в котором мы непосредственно и будем готовить нашу долму. Наш фаршик остыл, друзья. В это время помидоры мы взбили на блендере, то есть перемололи. Вот получилась у нас такая кашица. И у нас был стаканчик говяжьего бульона, но это опционально. Можно и без бульона, можно просто использовать стаканчик воды. Начинаем начинять наши овощи, начиная с тех, которые тушатся дольше всего, то есть с баклажанов. Баклажанчики у нас были прорезаны, как вы помните. То есть для того, чтобы их начинить, то есть в такой прорез не очень удобно будет. Поэтому они у нас сейчас размягченные. Мы их вот так вот немножко придавливаем вовнутрь и делаем такой вот кармашек, для того, чтобы мы смогли туда начинить наш фарш. Вот получается вот такой вот кармашек. Для того, чтобы... Ну, можно вычищать внутренности баклажана. Ну, в принципе, мы любим баклажаны, чтобы были... Ну, сам по себе баклажан вкусный. Поэтому мы ничего не вынимаем, просто немножко придавливаем. Я думаю, что для нашего фарша этого будет достаточно. То есть, ну, вот так вот у нас получилось. И выкладываем их на самое дно бочком, разрезом на бок, скажем так. То есть не вверх разрезом на бок, да? Ну, желательно, да, чтобы он бочком. А чего так? Я думал, что вверх разрезом, чтобы фарш не повыпадал. А он не будет выпадать, он будет к стеночкам. Вот так вот придерживаться. Мы же потом наверх еще будем выставлять. Я приблизил немножко, чтобы было лучше видно, как Лариса начиняет и укладывает. Немножко поднимем казаночек, чтобы было хорошо видно, как оно там укладывается. Вот таким вот образом. И точно так же начиняем все оставшиеся баклажанчики. Следующим этапом, друзья, начиняем наш лучок. То есть мы его подготовили. У нас вот такие вот бочоночки. Лучок можно подкрутить так, чтобы дно у нас было вот таким вот образом. То есть мы можем чуть-чуть... Эй, да, вот так, покажи. Да, да, да. То есть чуть-чуть подкручиваем, чтобы дно у нас было практически закрыто. Ну, практически закрылось. Запахи, друзья, просто невероятные. Ну, вообще оно уже очень сильно пахнет долмой, потому что сам фарш мы сделали правильно. Ну, как бы делали, как и на долму из виноградных листьев, собственно говоря. Ну, у нас долма три сестры и один брат. Я думаю, азербайджанцы, а среди наших подписчиков есть азербайджанцы, так как мы ведем еще туристический видеоблог. И недавно были в Азербайджане, путешествовали, снимали видеоблоги о путешествиях наших в Азербайджане. И после этого на наш кулинарный блог пришло очень много подписчиков азербайджанцев. Я думаю, они порадуются нашему приготовлению долмы и наверняка будут комментировать это. Вот таким вот образом начиняем наши луковички. Третьим этапом начиним наши перчики. Перчики начиняются проще всего. Это такое достаточно классическое и для Украины, и для России блюдо, фаршированные перцы. Я думаю, что каждая хозяйка их готовит. И есть очень много рецептов. Конечно, они готовятся не с таким фаршем. Даже мы фаршированные перцы готовим совершенно по-другому. Но сейчас мы делаем классическую долму. Кстати, долма, в переводе с тюркских языков, я так понимаю, это фарш. И чтобы вы не начиняли фаршем, у вас все равно получится долма. Вот таким вот образом начиняем перчики и укладываем их в наш казаночек. Укладываем начиночкой вверх, как и лучочек. То есть только баклажаны мы укладывали начинкой... Будьте здоровы, Лариса. Только баклажаны мы укладывали начинкой в бок. Ну, с перчиками все просто. Лариса сейчас начинит. И перейдем к последнему этапу, к помидорчику. Так вот красивенько уложили перчики. И осталось начинить только помидорчики. Конечно, Лариса планировала, что они поместятся в серединку. Я так понимаю, мне кажется, они в серединку не поместятся. Наверное, это не очень хорошо, да, получится? Ну, сейчас будем смотреть. Хорошо было бы, чтобы оно было все в одном уровне. Вот таким вот образом. Потому что если... Ну, хотя помидору он даже на пару приготовится. Помидор очень быстро готовится. Поэтому если он будет просто отдельно лежать сверху, он будет готовый. Он размягчится очень быстро. А мы их крышечками накрывать будем? Да. Да. Сейчас просто уложу сначала, потом понакрываю все. Вот этот бери. Мне кажется, этот давай побольше. Мне кажется, туда он не влезет. Ну, сейчас посмотрим, если не влезет. И вот когда мы готовим перчики фаршированные, у нас если остается фарш, из него можно слепить фрикадельки. Из этого фарша уже не слепишь ничего. Поэтому... Не, ну как, можно на что-то слепить. Вот. Но лучше фарш рассчитывать так, чтобы он не оставался. Потому что перчики мы готовим с сырым фаршем. И потом протушиваем. А тут фарш практически готовый. Он такой очень рассыпчатый. В процессе, когда мы будем варить, рис выделит крахмал и немножко скрепит его. Но пока он такой очень сильно рассыпчатый. И волшебно пахнет, друзья. Запах фарша издает такой просто невероятный. Ну вот, идеально было бы, конечно, еще один ряд чего-то выложить. Но ряда у нас нету. Поэтому будем рассчитывать на то, что наши помидоры приготовятся просто на пару. Заполняем. Последний помидорчик. Остаток фарша, если он останется, пойдет на бутерброд. Его немножко можно дожарить. Там практически готовишь его так, протушил. Ну, не останется у нас остатка фарша, я уже понял. Я так рассчитывал на бутерброд с фаршем. Могу тебя ложечку оставить. Ну, да ладно, уже допихивай все. Надо трогать. И вот тут, друзья, видите, у нас получилась многорядовочка. Если бы не было этих двух последних помидоров, сейчас бы идеально было бы накрыть тарелкой донышком вверх, и потом только казанок накрывать крышкой. Но у нас так не получится, поэтому будем накрывать только крышкой. А по классическому рецепту, вот сейчас вот бы убрать эти два помидора, положить туда донышком вверх тарелку, и после этого накрыть уже казанок крышкой и приступать к приготовлению. Теперь зальем аккуратненько, чтобы не повредить слой фарша, зальем наш бульончик. Ну, если вы готовите с бульончиком, если не с бульончиком, то просто водичку. Главное, не лейте именно на фарш, чтобы не повредить его слой. Ну, чтобы не размыть, не смылся фарш. И зальем вот эти вот взбитые серединки помидоров. Они дадут нам очень вкусный такой соус, которым мы сможем потом уже полить нашу долму. Ну, готовое блюдо, грубо говоря, будет такой соус, с которым оно будет подаваться. И, друзья, перемещаем его на плиту. Поместили все наше блюдо на плиту. Накрываем казанок крышечкой. Как я уже говорил, если у вас не выступает долма, то лучше накрыть и тарелочкой. Очень плотно. Включаем достаточно большой огонь, пока казанок не закипит. То есть, как только из-под крышки казанка начнут активно вырываться струйки пара, и она начнет так характерно подпрыгивать, то есть, мы будем понимать, что внутри кипит. После этого уменьшаем огонь до минимума, засекаем время и продолжаем на минимуме тушить нашу долму 30 минут. И, друзья, до встречи где-то минут через 45. Долма будет готова. Мы ее вместе откроем, а потом и попробуем, естественно. Ну вот, друзья, наша долма закипела через 10 минут. И варили мы ее после этого полчаса. Она готова. Вот так вот. Ой, сколько сока. Класс какой. Супер. Вот так она выглядит, друзья. И что мы сейчас делаем? Даем ей в казанке остыть где-то полчаса, чтобы она набралась, натянулась бульончика, вкуса. И после этого будем дегустировать. Ну вот, друзья, такая красота у нас получилась. Долма немножко остыла. И сейчас я ее попробую. Расскажу вам, какая она на вкус. Ну что, друзья, попробуем нашу азербайджанскую долму. Начнем с баклажанчика. Потому что баклажан самый такой овощ трудноприготовимый. Совершенно тает во рту просто сам баклажан. Возьму еще с мяском немножко. С фаршиком. Беликолепно. Просто потрясающе. Конечно, курдючный жир, он дает свой вот такой вот колорит, свой вкус Востока. Но если нет курдючного жира, не беда. Скажу. По своим ощущениям, немного мы не доперчили фарш. Я, конечно, сейчас буду его доперчивать. Ну, естественно, после того, как попробую. Так, теперь лук. Лиза пришла вместе со мной дегустировать. Лиза, сейчас мы уже пойдем обедать. И тебя будет ждать твоя порция. Моя кошечка. Так, попробуем лучок. Лук тоже бесподобный, сладкий на вкус. Сейчас я Лизу отправлю, а то она очень хочет продегустировать со мной долму. Долма потрясающе пахнет. Поэтому Лиза, конечно, тут как тут. Лук очень сладкий, и фарш в нем имеет какой-то... какой-то особый привкус такой, необычный, но очень вкусно. Помидор. Сам помидор... Ну, вот я бы даже, конечно, минут на пять время приготовления уменьшил, потому что как раз вот помидор, он разварился немножечко. Чуть-чуть бы ему меньше. Ну, в каждом овоще вкус начинки, вкус самой долмы совершенно другой. То есть помидори, он кардинально отличается. Ну вот, невероятное блюдо. Перец. Перец. И перцы кузьми бой. Ну, друзья, что я хочу сказать. Долма, три сестры и один брат, как мы ее дополнили немножко лучком, удалась у нас. Предлагаю за это поднять тост за Азербайджан, за долму, закусим крышечкой от помидорчика. Дорогие друзья, это обалденное блюдо. Просто потрясающее. Очень рекомендую, если будет время, позаморачиваться, потратить два часа, попробуйте, сделайте. Вы не пожалеете, это тысяча процентов. Особенно, если вы любите восточную кухню. Ну, а, собственно говоря, мы на этом наш видеоблог будем заканчивать. Пойдем ужинать. У меня такая остывшая бутылочка хорошего самогона есть. И мы сейчас с Ларисой возле камина как раз и придадимся чревоугодию вот с этой прекрасной долмой, друзья. Желаю вам, чтобы у вас долма тоже получилось, друзья. подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока.